Всем привет! Новое видео на канале Gadgetmania. Вечер апрельский, скоро уже практически май, но на улице по-прежнему лед. Но сегодня я его растоплю с помощью этого айфона 7 в красном цвете, восстановленного из Китая, с памятью 256 гигабайт и стоимостью всего 25 тысяч рублей. Интересно? Ну тогда давайте начинать. Поехали! Собственно, нюансов много. Это один из нескольких роликов про этот телефон. Почему из нескольких? Ну потому что в одно видео, скорее всего, этого всего не уместить. Итак, начинаем с коробки. Что же мы получаем за минуточку 25 тысяч рублей? За 25 тысяч рублей мы получаем неоригинальную коробку, такую же, как у Apple, с нарисованным айфоном. Мы получаем инструкцию, мы получаем лайтнинг-кабель, мы получаем наушники с лайтнинг-выходом и переходничок, и еще зарядное устройство. Но я сразу вам скажу, и во всех своих видео о восстановленных смартфонах я говорю, ни в коем случае не пользуйтесь комплектными аксессуарами, когда вам присылают телефон с Китая. Почему? Потому что есть риск это все дело загорится, есть риск повредить и без того, скажем так, не совсем надежный аккумулятор. И, собственно, просто заряжайте либо тем, который у вас был в комплекте, оригинальный от предыдущего устройства, если вы пользуетесь пользователем компании Apple, или пойдите и купите в магазин, скажем так, или закажите с Китая хороший надежный кабель и заряжайте им. И также это все касается наушников и зарядного устройства. По коробочке ничего особенного сказать не могу, единственное, что и мои номера идут в комплекте, на самой коробке они не отображены, ну и на этом, наверное, пожалуй, про коробку все. Далее, по самому телефону. Давайте сразу оговоримся и я скажу, уважаемые хейтеры, если вы будете писать, точнее вы можете писать, это только помогает развитию моему канала, моего канала и, скажем так, поднять ролик выше в рекомендациях, обязательно пишите. Многие хейтеры моих видосов и вообще в частности видосов про айфоны, про восстановленный, говорят, фу, да как ты можешь называть восстановленный телефон оригинальным. Друзья, он не перестал быть оригинальным. Вот просто не перестал быть оригинальным. В нем, в принципе, заменено, скорее всего, все. Но при этом отдайте себе должное, что iOS не будет работать, если запчасть не соответствует требованиям компании Apple. Вот согласитесь, не будет. Что касается внешнего вида. Красный цвет айфона 7 стал популярен с прошлого года, когда компания Apple выпустила впервые для всего мира красную расцветку своих устройств. Собственно, 7 и 7 Plus стали в красном цвете. Это, скажем так, дань уважения, точнее не дань уважения, а такой маркетинговый ход для того, чтобы помогать фонду борьбы со спидом, потому что часть с продажи такого смартфона, точнее оригинального, имею в виду невосстановленного смартфона, идет именно в этот фонд. Собственно, китайцы, они на то и китайцы, они восстанавливают все цвета, в том числе те, которые популярны. В этом году уже выпустили восьмерки 8 Plus в красном цвете, но в том году был перед белый, в этом году перед, соответственно, стекло черненькое. Но так как мы восстанавливаем, точнее наши друзья китайцы восстанавливают телефон и всегда так, как оно должно быть, поэтому перед на айфоне 7 у нас непосредственно белого цвета. Давайте вкратце расскажу про внешний вид. Собственно, корпус, он на 100% неоригинален. И как я это проверил? Смотрите, я просто пробил по имейному миру и серийному номеру. Есть куча сервисов, в том числе и официальный эпловский сайт, где можно посмотреть по имейке, что это за телефон, была ли у него гарантия, когда она, точнее нельзя посмотреть, когда закончилась, ну в общем-то на гарантии или нет смартфон. И когда я вбил серийный номер этого устройства, мне показали, что это айфон 7, но, внимание, на 32 гигабайта. Друзья, на 32 гигабайта. И цвет, еще раз, двойное внимание, розово-золотой. То есть это красный, айфон у нас в руках красный, память у меня 256, а было 32. То есть китайцы тут удивили даже меня. Но ничего страшного. То есть мы понимаем, что корпус у нас не оригинальный. Но окей, я начинаю до него более детально докапываться, начинаю изучать, скажем так, краску, покрытие, нравится, не нравится, тактильные ощущения. И в принципе пришел к выводу, что мне нравится. Почему? Потому что краска, которая покрыт алюминий, она качественная. Я уже несколько дней пользуюсь смартфоном. Это, скажем так, видос первого знакомства. Я рассказываю о своих первых впечатлениях. Краска не слезает. Краска не отлупливается, не отшаркивается. И все у нас корпусом в порядке. По качеству сборки. Смотрите, друзья, сами. Ничего у меня не люфтит на айфоне. Корпус к тачскрину прижимается плотно. Я сразу же установил 5 или 6D стекло. Оно немножко выпирает над самим дисплеем. Но ничего страшного с чехлом. Смотрится все отлично. Мне подарили чехол и подарили это стекло. Это очень хорошо, потому что оно отдельно стоит от 500 до 1000 рублей, если пойти покупать в магазине. Полностью закрыл, защитил. И в принципе никаких проблем в этом плане нет. То есть по качеству сборки все кнопки, момент люфта отсутствуют вообще. Все кнопки прижимаются плотно. Единственное небольшое нарекание кнопки включения-выключения есть. Почему? Потому что мне показалось, что она, скажем так, посажена более... Она должна быть. Но при этом она работает идеально. Щелчки, Taptic Engine, Touch ID, все работает без проблем. Сканер подпечатка пальцев срабатывает, молниенос. На скорость работы у телефона отличная. Встроенная операционная система сейчас на данном этапе 11.2.5. Я, скорее всего, обновлюсь до последней 11.3. И расскажу уже в другом видео, что пошло так или не так. Собственно, далее у нас идет дисплей. Дисплей, как и корпус, скорее всего, не оригинальный. Но при этом это очень хорошая качественная IPS-матрица. Она имеет определенные минусы и плюсы, потому что она IPS-ка. При этом качество выросло по сравнению с 6S-кой, которую я тестировал, установленный до этого. И качество изменилось в лучшую сторону. Почему? Ну, потому что, во-первых, при нажатии у нас нет никаких разводов. Сам 3D Touch у нас работает без каких-либо проблем. Далее. Вышел видео на Vilsacom, что они там тестировали 5S-ки, 6S-ки. И 7-ку сам Vilsacom тестировал за 23 тысячи на 32 гига. А это, внимание, на 1256 гигов на 25 тысяч рублей. То есть за 25 тысяч рублей вы получаете 256 гигабайт. То есть встроенная ПО работает. Дисплей мне понравился. Есть, наверное, какие-то люди, которым может не понравиться такой дисплей. Почему? Ну, потому что он не оригинальный чувак. Потому что он не ставился самим Стивом Джобсом, светлая ему память. На самом деле это сарказм. Вы, как обычный пользователь, вот просто не отличите никогда. Я не буду сейчас топить. Вам стоит покупать этот телефон. Вам не стоит покупать этот телефон. Нет, друзья, я просто рассказываю о своих ощущениях. Потому что должна быть как та сторона, так и эта сторона медали. То есть при всех очевидных минусах есть куча очевидных плюсов. И человек должен сам все это дело проанализировать и уже сделать выбор, стоит оно того или нет. Я сейчас уже топлю за то, что 5S-ки, 5C-ки покупать, скорее всего, не стоит. Потому что они будут дико тормозить на последних версиях операционной системы. Но такие экземпляры, как 6S-ки, уже 6-ки даже не надо покупать, 6S-ки и 7-ки, а скорее всего, скоро появятся и 8-ки восстановленные, тут как бы никаких проблем я не вижу вообще. Далее, по работоспособности самого телефона. Все работает прекрасно. Несколько дней тестирую. Батарейка держит порядка 5 часов работы, 5,5 часов работы экрана. Но об этом подробнее в отдельном видео, в обзоре данного смартфона. Никаких проблем у меня с батарейкой пока нет. Но есть один небольшой минус. Почему небольшой? Потому что для меня он, скорее всего, большой. Для вас он может быть небольшим. Как вы знаете, в определенных моделях телефона от Apple есть Apple Pay. И тут он, друзья, не работает. Не знаю по какой причине, а причин, скорее всего, может быть две. И, скорее всего, это причина железячная. То есть причины две. Либо софтовая, либо железячная. Если софтовая не решается, скорее всего, это железка. В самом смартфоне, в верхней части, если снять дисплей, присутствует NFC-антенна, соответственно, которая отвечает за прием этих платежей. Карточки добавляются, удаляются, опять добавляются. Все это без проблем работает. Touch ID работает. Вообще все хорошо. В iCloud китайцы не зашли. Тут мой iCloud стоит. Но, когда я в нескольких местах попытался расплатиться с помощью Apple Pay, ничего не происходит. Камон, я начал гуглить, смотреть. В общем, в принципе, лагерь разделился на две части. Многие говорят, что на некоторых восстановленных смартфонах китайцы просто тупо забывают прикрутить там два болта, которые, они просто не докручены, собственно, и антенна не прижата к корпусу, и не происходит. Вот именно вот этого сопряжения NFC-шного. Я еще не разбирал телефон, но мне кажется, что там вообще полностью отсутствует NFC-антенна. Я уже было расстроился, но, опять же, нам интернет помог. Я посмотрел на Алиэкспрессе NFC-антенна для айфона 7 стоит, внимание, 149 рублей. Чувак, 149 рублей. Экспресс-доставка до России еще 100 рублей. 300 рублей, 250 даже рублей, как бы их там нескольких продавцов продают. От 100 до 500 рублей эти антенны продаются. В принципе, за 300 рублей этот вопрос решаемый. Памяти тут 256 гигов. И поэтому, как бы, расстраиваются по этому поводу. То есть, из, скажем так, самого-самого худшего, что могло случиться, отсутствие звука, плохую работу Wi-Fi, плохую работу приема сигнала, все это здесь работает. Я протестировал устройство, пока еще тестирую. Уже четвертый, третий или четвертый день, как бы. Все работает исправно, кроме Apple Pay. Я говорю всегда в этом плане правду. Далее, по камере. Камера на телефоне установлена такая, какая она должна быть. Но из того модельного ряда запчастей, которыми владеют китайцы. И я считаю, что, в принципе, она снимает неплохо. Основная камера, она полностью делает хорошие снимки в условиях недостаточной освещенности. Фронталочка, все по-прежнему такое же дерьмо, потому что на 8 мегапикселей она лучше, чем на 1.3, но по-прежнему она снимает только при хорошем освещении и только для скайпа или каких-то WhatsApp или Telegram или каких-нибудь, не дай бог, Viber звонков. Поэтому имейте в виду, что это не такой уж прям селфи-фон. Но при этом она снимает либо так же, либо не хуже, чем смартфоны от известных Android-компаний, не буду называть за эти же деньги или за меньшую стоимость. То есть она снимает точно так же, либо даже в некоторых случаях хорошо. Далее буду тестировать более детально. Обязательно сделаю сравнение, у меня появилось в голове, сравнить восстановленный iPhone 7 с новым Samsung. При этом стоимость у них будет примерно одинаковая. Посмотрим по быстродействию, что работает быстрее. Это будет отдельное видео, поэтому не забудьте подписаться и не пропустить его. По поводу телефона, по быстродействию телефона. Мне понравилось быстродействие. Он просто летает. Вот прям в моих руках прям летает. И цвет красный, он, конечно, секси. Хотелось бы черный перед, но пока только беленький есть. Можете поменять дисплей, если хотите сами. Ну, в общем-то, как-то так получилось у меня первое знакомство с iPhone 7 на 256 гигабайт. Много нюансов, повторюсь еще раз. Но мне нравится. Мне нравится владеть этим телефоном. Мне нравится его тестировать. И много памяти, друзья. Поэтому покупать восстановленные телефоны, не покупать восстановленные телефоны, это, конечно же, решать вам. Проверенных продавцов из Китая я оставлю по ссылкам в описании, где я брал уже смартфоны. И 100% вам их пришлют. И, по крайней мере, немножко посмотрят, что они будут в порядке перед отправкой. Покупать в России вы можете самостоятельно на Авито, на каких-то других площадках, на каких-то других барахолках. Если вы не хотите заморачиваться ни с тем, ни с другим, вы можете обратиться ко мне. Я вам помогу, конечно же, за свою какую-то небольшую маржу. Почему я это делаю? Ну, потому что, ком он, чувак, кто не хочет заработать там тысячу рублей лишних, да, это никогда не бывает лишним. Ну, и просто делать добро людям в этом плане. Ну, а покупать или не покупать всегда решаете вы. Внимательно подумайте. Есть и плюсы, есть и минусы. Это первое знакомство. Ставьте лайк, шер, колокольчик. Пишите в комментариях, что вы супергерой. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Там есть час в Селеграме. Подпишись, пока не поздно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok